Субтитры создавал DimaTorzok Будь в центре событий! Не один в эфире, сегодня у меня замечательные гости. Она сегодня будет выступать в двух ипостасях. Как государственный деятель и как человек творческий. Фильм, который... Ну, те из вас, кто пользуется Фейсбуком, видели, наверное, там я сделал пост. И сам, кстати, посмотрел этот замечательный фильм. Мы сегодня еще пригласим одного режиссера, который будет давать оценку с точки зрения профессионала. Ну, как зритель сопереживался, что называется. И были моменты очень такие тяжелые, трогательные, когда вызывает слезу. Но, на самом деле, фильм закончился так, как положено заканчиваться хорошему фильму. Ладно, не буду интриговать. Начнем. Представлю мою гостью. Валентина Руденко. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Давайте мы договоримся так. Мы в первой части нашей программы поговорим о вашей государственной деятельности. Не только вы, будучи как бы и государственным деятелем, потом вы принимали участие в создании там телевизионных каналов. В общем, у вас довольно такая обширная биография вашей деятельности. Я не знаю, хватит ли нам времени охватить все и каким-то образом обо всем рассказать. Но, тем не менее, давайте так. Давайте начнем, наверное, с года, ну, я знаю, 2005-го. Если не возражаете. Готовы? Давайте. Итак, 2005-й год, и вы начинаете работу в правительстве, в администрации. В администрации Петра Ющенко. Время было прекрасное, непростое. Ну, в Украине за 30 лет простого времени не было. Всегда было все сложно. Но тогда Украина пережила Майдан, Оранжевую революцию. Наш президент Виктор Андреевич Ющенко был популярен во всем мире. У него тур был один, второй. Один северноамериканский, второй был азиатский. Ну, в общем, много ездил, много общался. И Украина, наверное, вот так о себе громко после вот этих всех скандалов 90-х, о себе вот как положительный такой фактор. Народ, как борец за демократию. Народ, который вышел, который смел, значит, человека, которого там фальсифицировали Януковича тогда и хотели, чтобы он был президентом. Народ вышел на площади всей Украины и сказал, нет, нас обидели. Мы голосовали не за Януковича, мы голосовали за Ющенко. Не надо фальсификаций, президент будет Ющенко. Ну, как известно, был третий тур. И Виктор Андреевич стал президентом. Естественно, каждый президент, когда приходит в администрацию, точно так во всем мире, формирует новую команду. Мне повезло, потому что ко мне обратился президент лично, сам. У меня был с ним телефонный разговор. Он мне позвонил и сказал, я бы хотела, чтобы вы были в моей команде, чтобы вы работали с нами. Я, естественно, дала ему положительный ответ. Мне очень хотелось, потому что я уже до этого работала в кино, работала на телевидении. Знаете, наступает в жизни какой-то момент, когда кажется, что вот уже какие-то профессиональные победы у меня были. Мне хотелось чего-то такого, ну, во-первых, нового. Во-вторых, хотелось что-то сделать для страны. Я понимала, что мы должны построить то общество, в котором будут жить наши дети, наши внуки. И вот кажется, что просто какой-то менеджерской работы профессиональной, узкопрофессиональной уже как-то недостаточно. Уже есть опыт, уже есть желание что-то менять. И это всё совпало вот с таким прекрасным тогда предложением. Я, естественно, на него откликнулась. И были хорошие пять лет работы в команде Виктора Андреевича Ющенко. Ну и... И тогда я слушала... Я хотел сказать, что ваша позиция в администрации менялась. Да. Мы там доросли. Я росла. Ну, да, давайте, не буду перевивать. Вот тогда, если можно, так сказать, ступени. Да. Я сначала туда попала как советник президента по информационной политике. Поскольку я до этого работала на украинском телеканале «Один плюс один». Вот. И была там пиар-директором. И поэтому мне предложили вот советник по информационной политике. Потом у меня образовался такое новое было подразделение, которое называлось «Управление информационной политики» администрации президента. Мне предложили его возглавить. Я его возглавила. И вот на этой позиции я пробыла, потому что советником я была очень недолго. Я на позиции руководителя управления пробыла, наверное, где-то года два или два с половиной. Ну и потом вот мне после этого следующая уже ступень роста. Это был заместитель главы администрации президента. Я курировала весь информационный блок. Всё, что связано с информацией, с новостями, с всевозможными СМИ, с вообще, как говорится, вся информационная политика и вся составляющая тогдашней политики внутренней нашей страны, она формировалась, понятно, администрацией, потому что это государственная обычно политика. И вот я занималась как раз этим. Очень благодарна этому времени, потому что время было прекрасное. Работать с президентом таким, как Виктор Андреевич Ющенко, было интересно. Это был очень украинский президент. И его устремления все мне были близки. Я их очень с ним разделяла и по сегодняшний день остаюсь его советником. Я так и называюсь. Радник президента Ющенко, срок полномочий которого завершился. Ну, срок полномочий президента завершился, но, скажем, общественная и политическая деятельность не завершилась. Нет. Есть несколько слов о том, чем сейчас занимается президент, ну и вы как его советник. У Виктора Андреевича есть фонд, собственно, он есть у всех президентов. В Украине у нас, слава богу, на сегодняшний день уже четыре президента, у которых срок полномочий завершился. Это первый президент Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Андреевич Ющенко и Петро Порошенко. Это тоже показатель такой, знаете, демократичности и, господи, как это по-русски будет, спадковости. Ну, такой наследственности, вот этой вот нити, которая тянется. Вот один президент уходит, второй приходит. Страна есть, страна живёт, никто ни за кем не гоняется, там есть какие-то недоразумения, но это всё на уровне недоразумений. И, в общем, это тоже хорошо, когда на каких-то больших государственных праздниках, мероприятиях приходят четыре президента, которые были, и есть действующий президент. В данном случае Зеленский. Но это, вы знаете, это вот когда на это всё смотришь, ты понимаешь, что мы действительно страна, которая живёт по-новому. Вот эти 30 лет, конечно, было очень много ошибок, очень много было сложностей, очень много было проблем. Но всё равно это новое движение, это новый шаг, это совершенно новая страна. И понятно, вот то, что происходит сегодня, я имею в виду, как борется эта страна, и как борется наш народ, и как борются наши люди, какая выросла молодёжь за это время. Это всё показатель того, что Украина на правильном пути. Да, с ошибками, да, с проблемами, но всё равно Украина идёт в правильном направлении. Очень жаль, что мы сейчас переживаем такие трагические минуты и такие трагические дни, месяцы, недели. Но всё равно ведь очевидно, правда, на нашей стороне, и это видит весь мир, чтобы завершить тему, вы, собственно, задали вопрос. У президента есть фонд, который называется Институт Виктора Ющенко или Фонд Виктора Ющенко. Виктор Андреевич очень много занимается международной деятельностью. Он есть такой клуб президентов, Мадридский клуб он называется. И это такая большая международная организация, в которую входят президенты, экс-президенты со всего мира. Там и Клинтон, и Буши, и, в общем, серьёзная организация. И они действительно там собираются два раза в год в разных странах. Какие-то у них тоже свои программы, в основном гуманитарные. И это такая одна часть внешнеполитической деятельности. Ну, а что касательно в Украине, то это наш институт занимается большим количеством программ. Это программы, связанные с историей, с образованием. Виктор Андреевич в двух университетах председатель наблюдательного совета, глава наблюдательного совета в Банковской академии Украины, он же банкир. Вот. В общем, жизнь, как говорится, кипит. Жизнь не давала ему никогда особо отдыхать, и он, собственно, не стремился. Ну, вот сейчас, к сожалению, такие времена и такой период очень драматический, трагический для нашей страны. Он, как и вся страна, с народом. Да. Как вы справедливо заметили, вообще за 30 лет в Украине было 6 президентов, сейчас 6-й президент. В отличие от ваших соседей, у которых за все это время, ну, там, в одном случае, там, они рокировку делали, поменялись. Президент, премьер-министр, а в другом, а у другого соседа так и сидит президент один и тот же. Это принципиальное отличие от ваших соседей. Вообще, когда говорят, какая в Украине демократия, ну, я думаю, что вот смена власти, это и есть один из признаков демократии. То есть, сменяемость власти посредством выборов всенародных, это и есть один. Именно выборов. Да, не, так сказать, не... Вот именно выборов. Поэтому говорить о том, что, безусловно, безусловно, есть проблемы и довольно значительные проблемы, и мы о них знаем, и о... Как бы... А у кого их нет, Сергей? Да, согласен. У нас тоже такие проблемы. Что касается, вот, самое громкое, то, о чем нередко упоминается и в средствах массовой информации в некоторых, проблема коррупции. У нас проблема коррупции существует, и довольно серьезная, я должен это признать. Как бы это ни звучало печально, порой, а порой и наша коррупция и с вашей переплетается, как выяснилось. Потому что вот сейчас проводят... Ну, ладно, это наше, это наше, мы с этим будем разбираться, очевидно. В будущем. Что касается сегодняшнего дня в Украине, безусловно, весь мир встал на поддержку Украины. Очень хочется верить, что события драматические, которые сегодня разворачиваются в Украине, закончатся. Ну, есть некие признаки того, что вроде как бы какие-то переговоры наметились более или менее, так сказать, в этом направлении. Потому что еще несколько дней назад, там, неделю назад были странные возгласы по поводу ядерной атаки на всех, кто так с нами не согласен. В общем, что-то такое жуткое звучало сейчас по последним данным. Если верить, на самом деле это тоже проблема, потому что, к сожалению, информация, которая появляется, она не всегда соответствует действительности. Это объяснимо, потому что в период военных действий всегда любая сторона как бы использует не совсем достоверную информацию для того, чтобы, ну, с разными ценами, неважно. Но, во всяком случае, уже из разных источников звучит о том, что наметился некий прогресс в переговорах. И вот последнее то, что я видел, как бы вопросы такие, как Крым остается открытым, это предмет переговоров. А что касается Донецка и Луганска, тоже этот вопрос остается открытым, это тоже предмет будущих переговоров как-то будет решаться. А первое, что необходимо сделать, это прекратить военные действия, отвезти войска. И вроде бы я слышал заявление, что вокруг Киева активность русских снизилась, как бы они немножко попридержали себя. И вот на таких условиях эти переговоры, ну, единственное, Украина должна быть внеблоковой и нейтральной. Вот такое положение. Как вы себе представляете, на каких бы условиях, вот если бы от вас зависело, на каких бы условиях вы согласились пойти на эти переговоры и прекратить вот то, что сегодня там происходит, то, что происходит в Украине? Ну, вы сказали, Россия себя там попридержала. Я думаю, что правильно будет сказать, конечно, попридержала, но ее еще и попридержали. И это правильнее будет сказать. Я не поправляю вас, я просто на стороне исторической правильности. Потому что вооруженные силы Украины, плюс Национальная гвардия, территориальная оборона, какое-то невероятное количество добровольцев. И вообще все, все заняты только одним. Все воюют. Женщины, дети, где, возможно, уехали. К сожалению, очень много людей еще находятся и в бомбоубежищах, и в таких достаточно рисковых зонах. Но мужчины, мужчины же не уехал никто. Мужчины все воюют. И в том, в одном или в другом виде. Или в Национальной гвардии, или в рядах сбройных, в смысле вооруженных сил. Поэтому армия на сегодняшний день украинская, она, конечно, вооружена. Понятное дело, что мы не готовились к войне. Мы не готовились к войне ни 20 лет, ни 30 лет, ни даже 10. И за последние годы, конечно, вот эта вот война на Донбассе, это, конечно, многие думают, что это такой локационный конфликт. Нет, это была абсолютно серьезная война со всеми серьезными и вытекающими последствиями. Поверьте, я в этом вопросе, я разбираюсь, очень много этим занималась. Именно как раз ситуация на Донбассе. И Россия там все, что могла, испытывала. Но и украинские вооруженные силы тоже прошли очень серьезную школу. И поэтому то, как сегодня выглядит вот это вот сопротивление украинцев, и как выглядит наш спротив, господи, как это будет по-русски сказать. Ну да, сопротивление. Сопротивление вот врагу этому, вот этой наваля, вот этому фашизму, я не буду подбирать никаких других слов и не буду подбирать корректно. Это фашизм. Потому что воевать с детьми, с роддомами, с мамами. Я когда думаю об этих 300 душах, которые остались навеки под Мариупольским театром, понимаете, 300 человек не смогло выйти, потому что обстрелы были такой интенсивности, что туда ни ДНС, ни пожарники, ни служба чрезвычайных ситуаций, никто не мог туда добраться, никто не мог им помочь. И они там умерли все от обезвоживания, голодной смертью и так дальше. Поэтому, знаете, вот когда я говорю об этом русском фашизме, я точно знаю, что если бы им не дали по зубам, они бы не попридержались и они бы никогда не остановились. И они дойдут туда, до какого места им позволит дойти Украина, Европа и весь мир. Но в первую очередь, конечно, Украина. Поэтому я считаю, что переговоры – это необходимый фактор. Но я согласна с нашим президентом Зеленским, что на сегодняшний день, конечно, появились какие-то нюансы, при которых можно разговаривать. Потому что до этого это все были… Он не верил в переговоры, когда ездила туда наша переговорная группа. И он всегда говорил, ребята, это ничем не закончится. И я с ним тоже тут согласна. Потому что это такие политические разговоры. Вот это демилитаризация, денационализация, вот это вот еще какие-то там Дэ, что-то там про русский язык вот этот вечный лепет. Понимаете? Это все чепуха и бессмысленное времяпровождение. Не надо на это даже тратить время. Он остановится тогда, я имею в виду Путин и русский солдат. Потому что я не согласна с, например, немецким канцлером Шольцем по поводу того, что перестаньте говорить плохо о русском народе. Это все Путин. Послушайте. Насилуют женщин в селах вот там вот, в Киевской области, там на границе Киевской и Черниговской области. Там есть две деревни, которые пережили просто ад. Там есть женщина, которую насиловали три дня. Эти твари, эти звери на двух ногах. Понимаете? Мы все произошли от обезьяны, как говорил Дарвин. И я верю в его учения. Но потом нас всех отличает вот от этого животного. Гуманитарная оболонка. Вот эти книжки, вот эти фильмы, спектакли, которые мы смотрели, вот они собой вот вокруг нас утворивают, ну, Господи, делают эту оболонку. Так вот у этих людей этой оболонки нет. Толстой, Достоевский, Пушкин, Чехов. Это пустой звук. Это фигура речи для этих людей. Они не знают, кто это. Это звери. Они грабят дома. Они убивают стариков. Они убивают семьи. Это те, которые убивают на повал. А еще есть те, которые сидят на пусковых установках. Это что, Путин там дергает за эти все пусковые установки и запускает эти все ракеты, которые летят в роддома, на жилые дома? На школы. В Харькове уничтожено две тысячи жилых домов. Там нет ни одного жилого дома целого. Мариуполь сожгли. Понимаете? Вот о чем с этими людьми можно вести переговоры? Естественно, только с позиции силы. Только с позиции того, что ты можешь дать этому зверью по зубам. Так вот, я хочу сказать, что во всех этих переговорных моментах, которые сейчас наметились, конечно же, я считаю, что Украина очень хочет остановки военных действий. И мы бы хотели, чтобы это было все прекращено. Но, знаете, нельзя договариваться с человеком, который пришел тебя убивать, сказала Голдемейр. Я очень уважаю этого политического деятеля и очень ее люблю. Не только потому, что она родилась в Киеве, и тоже можно считать ее киевлянкой. Так вот, я вам хочу сказать, что нельзя договариваться с человеком, который никогда не сдержит слова, и который, опять же, вспоминая Бисмарка, с русскими подписывать документы. Это вот все договоренности не стоят той бумаги, на которой они записаны. Понимаете? Поэтому какие гарантии должны быть? И что это все надо, чтобы было обставлено со всех сторон, конечно, и с участием России. Но все-таки не Россия тут должна играть в главную скрипку. И до тех пор, пока Россия не выведет войска, никакой гарант ничего нам не прогарантирует. И никто не подпишет никаких гарантийных договоров, которых можно прогарантировать. Мир, безопасность и так дальше. Насчет внеблоковости — это вопрос, который будет решать украинский народ. И об этом президент Зеленский тоже уже сказал. Это вопрос референдума. И какие тут условия Москвы? Денационализация, демилитаризация. Мы должны отказаться от того, от всего. Ну, клялись мы перед войной, что мы не будем идти в НАТО. Ну, говорили же, были же об этом разговоры. Это помогло. Он же клялся и говорил, что он не будет воевать с Украиной, что это учение. Он же говорил это не мне. Он же говорил это Бушу. Он же говорил это всему миру. Но всем тем, кого он должен уважать. Все те, кто есть его партнеры. Политические фигуры очень большие. И что? Это помогло. 24 числа мы знаем, что произошло. Весь мир это знает. И этот ад продолжается. Он продолжается, к сожалению, в моей стране и на моей земле. Но я уверена, что вот референдум, который будет, вот я уверена, что люди не откажутся. Ни от североатлантической ориентации, то есть я имею в виду от НАТО, ни от евроинтеграции. Потому что это все, знаете, ведь эти категории, я имею в виду и НАТО, и европейский вектор развития, это же набор не только каких-то материальных вещей, это же ценности. Это большие ценности, я имею в виду, в первую очередь, моральные ценности. Мы понимаем, что такое евроинтеграция Украины. Но слушайте, Украина давно европейская страна. Давайте не будем забывать о том, что у Ярослава Мудрого было четыре дочери, и он был тестем всей Европы. Одна дочка была французской королевой, вторая была шведской королевой, третья была на Балканах. Короче, я просто хочу сказать, что когда королева Анна, французская, ну наша принцесса Анна, княгиня Анна ехала во Францию, где она стала, как известно, королевой, она привезла туда Конституцию. Конституцию, её не было во Франции, а в Украине она уже была. Понимаете? Всё, что связано с Россией, это переврали историю от начала до конца. Вот когда говорят, что Киев — это столица православия, там, мать городов русских и так дальше, это всё правда. Но никак не… Вот на сегодняшний день нам тоже важно понять, с чего всё началось. И то, за что сейчас воюет Путин, он воюет за то, чтобы не просто сохранить империю, а для того, чтобы перебрать на себя вот какие-то такие ценностные ориентиры, которые очень важны и для Европы, и для православия, и для славянского мира. Я вот так считаю. И я думаю, что только референдум и только украинский народ будет определять, а никакие переговоры. Это при всём при том, что я с огромным уважением отношусь к переговорной группе нашей, украинской, которая работает. И вот эти бедные парни, которые бедные, потому что они уставшие и замученные, летают постоянно. То они в Белоруссию летят, то они в Турцию. Я уже не могу смотреть на этого нашего министра обороны, я не могу смотреть на нашего главного, главнокомандующего вооружёнными силами, этого Валерия Залужного, молодого генерала. И вообще на целую череду вот этих людей, включая нашего президента и всех там в администрации, какие они все замученные, измученные. Но они на правильном пути, они на светлой стороне, они свет. И правда за ними. И победа будет за нами. И слова будут последние, наши. Поверьте мне, Сергей, поверьте, вы убедитесь. Да, цена очень большая. Вы меня извините, потому что я слишком эмоционально, но это такая боль, поверьте. Мы все живём, я, естественно, переживаю и плачу, и потом думаю, ну, боже мой, ну как я могу плакать, если есть люди, которые сегодня на фронте, которые не спят, дети, которые пошли, студенты, которые пошли, вот мой крестник пошёл, господи, архитектор, молодой красивый мальчик, он сидит, я ему там пишу, как твои дела, всё хорошо, 24 часа без сна, ношу там на себе 12 килограмм, не плачьте, не переживайте, все будет Украина, всё. Вы абсолютно правы, вы абсолютно правы, когда говорите, что навряд ли какие-то подвижки были бы в переговорном процессе, если бы не остановили, если бы не такое сопротивление, которое оказала украинская сторона, украинская армия, украинский народ агрессорам, безусловно, безусловно это так, потому что если бы не остановили, неизвестно, где остановился бы и остановилась ли армия агрессора, потому что там шли разговоры, Я уже как-то говорил, что я слушал одного блогера, я даже не знаю, случайно на него попал, какой-то очевидно российский, который говорит о том, что показал сюжет, что в Польше стягиваются войска, намекая на то, что Польша намерена напасть на Россию. Но это абсолютный бред, а войска стягиваются, потому что в свое время украинская сторона не ожидала, что будет подобное вторжение и не предпринимала, может быть, достаточных мер к тому, чтобы остановить Польша, видя перед собой пример, безусловно, должна как-то действовать. Да, кстати, что касается Польши. Около трех миллионов беженцев приняла эта страна. В отличие, скажем, от нас, когда объявили, вообще, должен сказать, что мы не очень здорово выглядим во всей, я имею в виду, Америку во всей этой ситуации, потому что, скажем, сказали о том, что мы отправим оружие. Сегодня идет слушание, и задают вопрос, сенатор Катна задает вопрос главнокомандующему военно-воздушных сил. Оружие отправляется, вот то, о чем уже сказано, то, о чем уже договоренность, существуют деньги, выделены все, нет задержки. А можете объяснить, почему задержки? Нет, я объяснить не могу. То есть, это первое, то, что мы не делаем так, как должны были сделать. И я думаю, что и ситуация бы в Украине изменилась значительно раньше, если бы мы выполняли свои обязательства, которые мы на себя приняли, которые мы пообещали сделать. Теперь, что касается беженцев, опять объявили о том, что мы принимаем 100 тысяч беженцев, но проблемы как были, так и существуют. Каким образом приняли закон, вернее, объявили о том, что временно предоставим специальный статус. Но для тех, кто прибыл в США до 1 марта, 24 марта начались военные действия на территории Украины, а вот те, кто после 1 марта прибыл, уже есть случаи, люди там 2 марта прилетели, каким-то образом выбрались с Украины, прилетели, а ничего на них это не распространяется. Как говорит у нас выступает эмиграционный адвокат Михаил Кернинг, это пощечина. Этого не должно быть. Что значит люди, которые прибыли до 1 марта? Кто мог в течение 5 дней уйти из Украины? В общем, к сожалению, мы не делаем то, что мы пообещали делать. В этом беда. Валентина, я понимаю, что тема очень горячая, эмоциональная, и говорить на эту тему вы можете долго еще. Давайте мы, наверное, все-таки остановимся, сделаем перерыв. У нас обязательство перед рекламодателем, к тому же. После чего вернемся и продолжим нашу беседу. Хорошо? Хорошо. Договорились. Возвращаемся. Продолжаем нашу программу. Напомню, сегодня мы беседуем с государственным деятелем, с человеком искусства Валентина Руденко. А сейчас к нам присоединяется кинорежиссер Аркадий Яхлес. Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте, Сережа. Спасибо, что пригласили меня на эту передачу. Добрый вечер, Валя. Я очень рад тебя видеть. И здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. И во второй части нашей передачи мы поговорим с Валентиной Руденко уже не как с политиком, с общественным деятелем, а как с кинематографистом. Мы с Валей вместе учились на высших режиссерских курсах. Она училась у замечательного кинематографиста Леонида Абрамовича Гуревича. Я у Рязанцевой. Но я зачастую тоже приходил на занятия к Леониду Абрамовичу. И Гуревич очень любил Валю и верил в нее. И в последний раз, Валя, если ты помнишь, мы виделись с тобой в Киеве в 2000 году, когда я снимал свою картину «Ботинки из Америки». Но что самое приятное в этих съемках было то, что после съемок мы все приходили к тебе домой, и ты кормила нас ужином. Я думал, когда уже наконец закончатся эти съемки, и мы придем к Вале, покушаем, расслабимся. И ты знаешь, на что я надеюсь сейчас? Что наконец закончится весь этот ужас, вся эта катастрофа. Я приеду в освобожденный, он и сейчас, слава Богу, свободный, но в абсолютно мирный, когда не будут летать ракеты, не будут погибать люди. Я приеду к тебе, и ты примешь меня с тем же щедрым гостеприимством. Именно так и будет. Спасибо. И сейчас давайте мы поговорим с тобой о твоей второй части твоей жизни, второй части твоей судьбы, о тебе как кинематографисте. И что хочется сказать сначала, что я очень рад успеху этой картины, потому что успех очевиден, мы сейчас поговорим об этом подробнее. Но вот ты знаешь, когда сейчас говоришь о чем-то, что как бы ты чему-то рад, то ощущаешь какую-то неловкость, осекаешь себя, что сегодня не совсем время какой бы то ни было радости. Да. Даже вот. И вот сегодня, собственно, уже 33-34 день, как путинский преступный режим развязал и ведет войну против независимого государства. Он массово и без разбора убивает гражданское население, разрушает дома, и, собственно, Украина всего-навсего защищает своих детей, стариков и женщин. Она защищает свою родину, свою независимость, свободу. И весь цивилизованный мир на ее стороне. И давайте надеяться, что добро скоро восторжествует, мир придет на землю Украины, и преступники будут наказаны. Так не будет. Да, Валечка. И давай постепенно перейдем к твоей картине. Сережа сказал, что я как бы как профессионал попытаюсь ее оценить. Я думаю, что лучше мы поговорим сначала с тобой, а оценка уже сделана, потому что то, что я вижу в Ютьюбе, огромное количество зрителей, а понятно, что картина делается только для зрителей. И это очень здорово. И вот давай начнем с такого вопроса. Это сериал. Это два сезона, восемь серий. Жанр определен как военная драма. И расскажи, пожалуйста, как рождался этот проект? С чего все началось? Чья была идея изначально? Аркадий, я человек в последнее время, ну, последние там 20 лет, поскольку я работала в политике, была на государственных должностях. Так сложилось, что моя жизнь, конечно, очень же политизирована. Я включена во все процессы, во все процессы, которые связаны с политикой, с какими-то изменениями, с построением гражданского общества. И, конечно же, 14-й год, когда мы потеряли Крым, и когда пришли вот эти люди на Донбасс, для меня никогда война на Донбассе не была ни гражданской войной, ни военным конфликтом, ни конфликтом, связанным с Украиной. Для меня, а это всегда была, русская оккупационная война. Русские регулярные войска России вторглись на украинскую территорию, смогли организовать местных каких-то там урков, которых они назвали потом ополченцами, запугали местное население, предложили им деньги в то время, в 2014 году. Это было несложно для России, это не сегодняшний день, когда с деньгами все похуже, а впереди еще хуже будет. Тогда у них все было, они все это предложили. Конечно, люди, очень многие откликнулись, побежали на референдум, мы знаем, что произошло в результате. Таким образом, Россия подарила нам огромную военную проблему. У нас началась натуральная война. Точно так же, как сейчас, бомбили города, обстреливали, грады заезжали в Донецк, в Луганск, какие-то города, вставали в спальных районах и стреляли по украинской территории. Украинская армия, которая не так была вооружена, как сейчас, и не так подготовлена, и вообще опыта такого не было. Конечно, дети в 2014 году, наши дети, буквально, это было лето, они буквально с пляжа, кто вьетнамках, кто в футболке, кто в чём был, пошли воевать на Донбасс. Их были тысячи этих добровольцев. И я не могла не сделать об этом чего-то такого художественного, какого-то такого проявления, промолчать, и не среагировать на вот эту происходящую страшную несправедливость. Потому что детей этих полегло тоже тысячи. Наших военных и взрослых людей. Но в основном, в основном молодёжь. Это была та молодёжь, с которой я работала, когда работала в администрации Ющенко. Мне это было очень близко. Потому что Виктор Андреевич Ющенко, это был первый украинский, украинский президент. Понимаете? У меня нет вопросов каких-то больших кучми, но между нами, говоря, это был ещё советский украинский президент. И Кравчук точно так же. А вот Ющенко, это был украинский президент. И вот эти дети, которые пошли в первый класс при нём, которые во время его президентства, которые учились уже в украинской школе по учебникам истории украинских, для которых, условно говоря, Степан Бандера или Симон Петлюра, это абсолютно точно герои. Понимаете? И вот эти дети пошли воевать на Донбасс. Это всё очень важно. Никто на это не обращает внимания. Об этом так говорят. Ну там в Украине какой-то конфликт, там, когда, значит, одни украинцы воюют с другими, Украина что-то там не додала Донбассу, где-то там его не услышала, где-то что-то для него не сделала, поэтому Донецк восстал. И вот, значит, мы русские, мы тут, значит, наши гум-конвои посылаем, мы поддерживаем Донбасс. Ну это же чистое неправда. Донбасские заводы, вот всё, что было построено Украиной на Донбассе, было вывезено русскими гум-конвоями. Вы, наверное, тоже видели эти сотни КАМАЗов, которые вывозили, индустриальное вот это вот всё, что было накоплено за все, ну и за советские, ну и потом уже за годы независимости украинской на Донбассе, они вывезли это всё, они привезли деньги, они привезли оружие обратно в таких же гум-конвоях, раздали это всё и пустили их воевать украинцев против украинцев. Конечно же, сами, как говорится, очёлы, возглавим этот процесс, потому что командовали всем этим кадровые военные Российской Федерации. И вот однажды в 2019 году я написала, я всегда интересовалась всем, что происходит на Донбассе, я ещё раз повторяю, для меня это была моя личная боль. Я написала небольшой очерк, хотела его там где-то опубликовать, а потом подумала, покажу-ка я его девочкам, у меня есть знакомые девочки, которые занимались в тот момент телевидением. это Таня Куц и Виктория Горинштейн. Они продюсеры телевизионные, они к тому моменту сделали довольно успешный украинский сериал такой, отмороженный он назывался. И я дала им прочитать этот, значит, очерк, они прочитали и сказали, Валентина Степановна, так это же может быть вполне заявкой на сериал. И вот дальше вот эти двое, две девушки, Татьяна Куц и Виктория Горинштейн, вот это по-настоящему мужественные люди. Они взяли эту мою заявку, быстро придумали, где они возьмут деньги, они обратились в USAID, господи боже мой, USAID, вот эту организацию, которая по международным сотрудничеством занимается в Конгрессе США, они как раз в этом USAID проводил в Украине питчинги. они проводили первый питчинг, это как раз был второй. Они туда послали мою заявку, и моя заявка выиграла. Она не просто выиграла, мы получили финансирование, и того финансирования, которого не хватало на четыре серии, добавил украинский общенациональный телеканал СТБ, который сказал, делайте, прочитавший заявку менеджмент канала, сказал, делайте, мы это покажем. И когда мы еще переживали, ой, как будет, будут ли смотреть люди, он же будет тяжелым, потому что это о войне, а у нас сейчас мирное время, люди спокойно живут тут в этой части Украины, мы сейчас начнем о войне, такое тяжелое кино делать, нам на телеканале сказали, не переживайте, ни по поводу рейтингов, ни по поводу ничего, это спецпроект, мы это будем делать, потому что это происходит в нашей стране, и я безмерно уважаю менеджеров, которые принимают такие решения, понимаете, и этим большим менеджерам российским, которые 20 лет программируют мозги, вставляют русским людям чипы в голову по поводу того, что вот по поводу вот этого всего, то, что я называю фашизмом, и то, что мы с Сергеем уже говорили, понимаешь, Аркадий, вот они должны поучиться у вот этих украинских менеджеров, может они не такие навороченные, может они не такие накрученные, но они тоже говорят на многих языках, ездят на всякие международные мероприятия, участвуют в рынках, в Украине, слава Богу, есть индустрия телевизионная на сегодняшний день, и вот эти люди сказали, делайте, пожалуйста, вот это деньги американского фонда, а вот это деньги наши, и таким образом мы сделали первые четыре серии. Фильм показали, сериал показали, он имел очень большой успех, в третьей, четвертой серии доля шерп, то, что называется, телевизионного показа, была телевизионной аудиторией была на уровне 26, 27, 28 процентов, что означает, каждый третий телевизор, который в этот момент был включен в Украине, показывал сериал «Мама», люди вот так смотрели, и, кстати, его показывали в один день, вот знаете, четыре серии запустили в восемь вечера и закончили в 12 ночи, или около 12, в один день, точно так же показывали второй сезон, вот так родилась эта идея, с этого все началось, и я очень благодарна всем, у кого хватило принять, у кого хватило мужества принять решение это делать и показать, и я безмерно благодарна вот этим двум девушкам, Татьяне Куц и Виктории Горинштейн, это по-настоящему мужественные люди. На завершение, в завершение я только скажу, что когда мы были в Брно на фестивале телевизионного кино, то нам каждый раз, где его показывали сериал, там было несколько показов, но главное, после главного показа была наша пресс-конференция, и первое, что спросили люди, которые были в зале, а это были там тоже телевизионные менеджеры, критики из Чехии, они спросили, девушки, а как вы не боитесь сделать такое кино, потому что они действительно, вот зрители, вот профессионалы, они понимают, что в сегодняшнем мире надо иметь мужество делать такое кино, это я сейчас не о себе, это я о моих продюсерах и о менеджерах канала, который это профинансировал и дал возможность показать. Вот Аркашечка. Да, Валя, во-первых, прежде мы, чем перейдем сейчас к кастингу, то, что мне очень интересно поговорить с тобой о кастинге и в первую очередь о главной героине, я сделаю такую ремарку, что я тебе просто завидую, потому что, когда автор проекта оказывается в таких идеальных условиях, когда продюсер, когда дающий деньги, не ставит никаких условий, и когда он верит в тебя, я уж не буду вдаваться в подробности, это абсолютная противоположность той ситуации, которая очень-очень давно существует в России. Да, Валечка, а теперь давай поговорим о том, что мне очень интересно. Вот, ее зовут, я сейчас скажу, правильно ли я скажу, Олеся Журакивска, правильно? Олеся Журакивска, на мой взгляд, потрясающая совершенно, актриса, ты этого не сразу замечаешь, ты просто смотришь, ты попадаешь в какое-то поле такое энергетическое, и ты не понимаешь еще ничего, хороша она или плоха. А потом, то есть, рациональное уходит вообще, ты чувствуешь, это классно. Так вот, смотри, что мне показалось. Во-первых, роль сложная, что комплимент автору сценария, тебе же извини. Там есть такая эмоция, настолько сильная и спрятанная, что она готова перейти такую грань опасного сантимента и плохого вкуса даже, но она всегда, всегда ходила рядом, никогда этого не сделала, по-моему, это признак очень большой актрисы. Так вот, вопрос, она все это сама делала, она чувствовала это сама, или все-таки ты с ней говорила, работала, объясняла, в чем там дело? Аркадий, значит, по поводу Леси, я, когда мы начали работать над сценарием, появился режиссер, режиссер у нас был замечательный, Тарас Ткаченко, молодой, украинский режиссер, достаточно успешный, он кинорежиссер, у него была известная картина, которая называлась «Гнездо горлицы», он, кстати, с ней был на многих фестивалях, в том числе и в Америке, и потом второй его фильм был «Черный ворон», и это первая его была телевизионная большая работа, на телевидении он до этого делал документальные проекты, и вот этот опыт телевизионного режиссера, у него игрового сериала, у него его не было, и когда мы с ним встретились и поговорили, а он сказал, я хочу делать, он прочитал тоже синопсис, и сказал, что синопсис уже был написан, он его прочитал, и сказал, я хочу делать этот сериал, пожалуйста, не отдавайте его никому, дайте мне возможность, дайте, я хочу его сделать, более мы ему послали синопсис, он перезвонил буквально там через два часа и сказал, пожалуйста, никого не приглашайте, я буду его делать, дайте мне эту возможность, я вас не подведу. Такой был у нас замечательный режиссёр. Так вот, что касательно главной героини. С самого начала я ему сказала, Тарас, если мы не найдём главную героиню, не найдём актрису, то мы этот сериал можем не снимать, потому что всё здесь держится на ней. Она, это вообще главная такая, знаете, система вот в этом сериале, это мама. Вот если есть эта героиня, мы это делаем. Я стала перебирать украинских актрис, их много, надо сказать, театральных. И есть хорошие актрисы. А Леся Журакивска, она как раз комедийная актриса. Всё, что она играет в театре, это скорее комедийная роль. Хотя не все, есть и драматические. Она работает у нас в Киевском театре на Левом берегу, это такой достаточно авангардный у нас театр. В Киеве очень популярный, и она популярная телевизионная актриса. И всё, что она делала в сериалах, она играла такие, знаете, будем говорить, характерные роли. И когда я до неё добралась, я решила, что это будет она. Я сказала Тарасу, Тарас, ты знаешь, давай пригласим Алесю. Он прямо так в штыки. Да, как, Валентина Степановна, я все-таки можно, она же комедийная актриса, и все знают, ну вы что, ну в самом деле, ну давайте, Валентина Степановна, там начал называть мне других актрис, давайте эту, давайте ту. Я говорю, Тарас, мы попробуем всех. Но я тебе говорю, что мама — это Алеся. И вот наступил день, когда мы её позвали, чтобы она пришла, чтобы хотя бы с ней познакомиться. Она ничего не знает, она там работает в театре, а у нас тут, значит, эти между собой происходят баталии. Продюсеры, надо сказать, молчали. Они сказали, мы хотим посмотреть пробы. Телеканал тоже, в принципе, отнёсся положительно, но сказал, покажите нам пробы, потом мы вам скажем, да или нет. Потому что канал тоже же своё мнение имеет, их слово очень много значит. И вот она пришла, наступил день, и она пришла. Мы сидели с Тарасом в комнате, открылась дверь, и зашла Лэся. Лэся зашла, села, и я ей сразу стала с ней говорить о войне на Донбассе. Для меня это было принципиально. Позиция человека в этом вопросе. Потому что я не буду скрывать, у нас приходили люди на пробы, которые говорили, послушайте, вы будете снимать кино о Донбассе? Это вы хотите раскол тут устроить нам в Украине? Это вообще не проблема Донбасс. Донбасс — это никакая не война. Это просто там военный конфликт, потому что там что-то, мы виноваты перед Донбассом. У нас был такой человек, который пришёл на пробу, представляете? Я думала, что Тарас возьмёт стул, и его убьёт прямо на пробах. Но, слава Богу, обошлось, мы его быстренько выставили. Поэтому в Украине ситуация, такая в отношении Донбасса, она, знаете, разная. Она в основном на 80%, такая, как будто она в фильме, и вот как я говорю. Но, тем не менее, есть и другое. Валентин, я прошу прощения. К сожалению, мы ограничены временными рамками нашей программы. А мы только начали говорить о фильме. Поэтому у меня есть предложение. Давайте мы встретимся ещё раз и более подробно. Потому что мне безумно интересно слушать про то, как кестинг устраивали, как героини убирали. Я думаю, что и нашим слушателям тоже интересно. Но, к сожалению, мы ограничены временными рамками. Поэтому давайте мы следующую программу, следующую нашу встречу посвятим непосредственно фильму. А нашим радиослушателям, я хочу сказать, чтобы они были подготовлены. Те из вас, кто ещё не смотрел, вы можете на YouTube посмотреть фильм. Он так и называется «Мама». Пожалуйста, посмотрите. И тогда те из вас, кто ещё не видел этот фильм, хотя я посмотрел там просмотров довольно много, просмотрите фильм, и тогда мы более подробно об этом поговорим. Я ещё раз, я приношу свои извинения, к сожалению, мы немножко уже зашли в другую программу. Огромное спасибо за то, что вы нашли возможность. Аркадий, вам спасибо. И в следующий раз, когда мы встретимся с Валентиной, я надеюсь, что вы будете присутствовать. И мы тогда целый час посвятим исключительно этому фильму. Спасибо вам большое. Спасибо и вам. Валечка, спасибо тебе. И надеюсь, увидимся ещё раз, если это предложение тебе придётся. Мне, конечно, я с удовольствием. Договорились. Надо говорить, пусть смотрят обязательно. Спасибо большое. Спасибо, Валя. Спасибо и увидимся. Счастливо. Спасибо.